Пасха Пасха празднуется один день, но Пасха завершилась в четверг и начался новый большой праздник. Расскажите об этом. Да, действительно. Богослужебный устав Пасху называет праздником праздников, то есть самый величайший праздник в истории христианской церкви. И у каждого великого праздника, праздника одного из двенадцати, есть так называемый период по празднеству, когда в течение нескольких дней после самого дня этого праздника в песнопениях, в богослужебных текстах звучат еще напоминания об этом празднике, будь то Вознесение, будь то Преображение или Крещение Господне или Рождество. Так вот, период по празднеству обычно бывает 7-10 дней, а вот у Пасхи, у праздников праздников, он самый длинный, это 39 дней, и заканчивается он ровно за один день до момента праздника Вознесения. Это соответствует евангельской истории, когда воскресший Христос в течение 39 дней являлся своим ученикам, апостолам, беседовал с ними о тайнах Царствия Небесного, как об этом пишет Евангелие, готовил их к проповеди Евангелия, которая им предстояла. Почему такой длинный период его нахождения? Потому что апостолам предстояло остаться одним, по-человечески. В день Вознесения Господь собирает их на Елеонской горе, вместе с ними выходит туда и на их глазах возносится на небеса. Но при этом Он не оставляет их совсем безнадежными. Он обещает им послать утешителя другого вместо себя. Воспоминания этого мы будем праздновать еще через некоторое время в День Святой Троицы, в День Пятидесятницы, схождение Святого Духа на апостолов. В этот день по церковной традиции считается днем рождения Церкви, как таковой. Многие задаются вопросом, ну это почему Христос ушел, почему Он вознесся на небеса? Вроде бы Его присутствие было бы, наверное, самым лучшим, самой лучшей проповедью Евангелия. Пришел, посмотрел на воскресшего Христа, и не надо никаких сомнений уже не может быть. Но Священное Писание говорит нам, и сам Господь, обращаясь к Фоме, говорит, ты увидел и уверовал. Блаженны, то есть более счастливы, более святы будут те, кто не видел и поверил. Мало того, тогда Церковь перестала бы быть богочеловеческим организмом, она бы была только божественным организмом. Люди бы в этом смысле практически ничего не могли в нее привнести, никак бы не могли участвовать в ее жизни, кроме как воспринимать то, как должное воскресшего Христа. Мало того, представьте, воскресший Христос является императором, является владыком какой-то страны. И это достаточно сложный политический момент. Где место веры? Где место собственного личного частного выбора человека? Поверить или нет? Принять именно слова мудрости, а не столь убедительное, яркое явление воскресшего Бога. И это уже не вера, это уже определенное знание, и тебя ставят перед фактом. Где в этом вопросе взросление? То есть тебе дали полноту всего, и ты с этим что хочешь, то и делай. Так вот, служение апостолов как раз и было в том, чтобы сделать этот организм богочеловеческим. Сотрудничество, соработничество, или как мы знаем такое слово, синергия Бога и человека. Мало того, даже сами апостолы, несмотря на то, что они были мужчинами, умудренными опытом, рыбаками, то есть достаточно тяжелая профессия. Каждому из них нужно было повзрослеть. Повзрослеть в смысле духовном. Вот они были как младенцы. Апостол Павел впоследствии напишет, что пока я был младенцем, я питался мягкой молочной пищей, молоком. Когда я повзрослел, то и пища моя уже становится более твердой, более грубой. И вот это участие апостолов в своем собственном взрослении, Господь, мало того, Господь отдает им самое главное, то, что когда-то человеку было дано свободу выбора, свободу воли. Что они с ней сделали? Это зависело тоже только от них. Они могли поступить так, как поступали в момент после его крестной страданий. Разбрестися, как пишет священное писание. Они разбрелись и потеряли всякую надежду. Они перестали думать, что Христос и есть Мессия. И мало того, спасителю в некотором смысле приходится собирать их. История Луки и Клеопы, путешествовавших в Эммаус, это город в почти 60 километрах от Иерусалима. И эта история описывается в Евангелии, когда Христос, неузнанный ими, путешествует с ними некоторое время и говорит с ними о своих страданиях, о своем воскресении. А они не узнают его. В этот Эммаус они пошли, потому что, как им казалось, их дело закончено. Учитель их погиб на кресте. И вроде как проповедь Мессии закончилась. Потому что народ израильский в то время Мессию представлял по-другому. Он представлял его как непобедимого воина и владыку всей вселенной. И Господь говорит с ними, неузнанный с ними идет до этого Эммауса. И только в момент, когда он благословляет и преломляет хлеб, они видят его. И так происходит практически со всеми апостолами. И вот уходя, возносясь на небо, Господь вновь дает им заповедь. Сидите в Иерусалиме до тех пор, пока не придет к вам иной утешитель. И они исполняют эту заповедь. Они находятся в Иерусалимской горнице. Они молятся и ожидают обещанного Спасителем Утешителя. И в Пятидесятницу это и происходит. Господь в своей премудрости каждому человеку дает возможность исправить то, что когда-то было сделано неправильно. Даже своим апостолам. Многие отрекаются, многие уходят от него. Многие, наверное, вот этот момент нахождения в Сионской горнице от момента Вознесения до момента Пятидесятницы для многих апостолов был тем самым случаем и возможностью исправить свою неготовность в Гефсиманском саду. Открываем Священное Писание. И когда Господь идет молиться в Гефсиманский сад о своей очаше страданий, Он приходит, говорит Священное Писание, видит учеников уснувшими, и с некоторой горечью говорит, одного часа не могли побыть со мною. То есть вот вы даже, я всего-то не так долго и просил вас побыть в бдении молитвы. Он действительно просит их, бдите и молитесь, да не придет к вам неожиданная напасть. Уходит от некоторого расстояния, от них начинает молиться, возвращается, видит их спящими, и произносит эту горькую фразу. И апостолы получают в этот период от Вознесения до Пятидесятницы, вновь получают эту заповедь и, слава Богу, исполняют ее. И это образец для каждого из нас. Мы можем ошибаться в наших духовных исканиях, мы можем ошибаться в наших жизненных перепятиях, мы можем сомневаться даже в своей вере, будучи в церкви уже много лет. Но у каждого из нас, даже если мы все-таки поддадимся этим ошибкам, каждому из нас Господь дает возможность реабилитироваться, сделать по-другому, поступить правильно. И не потому, что он столь настойчивый ментор, а потому что каждому человеку именно это право на ошибку и право исправить эту ошибку необходимо. – Отец Амбросий, Троица – это праздник, когда мы говорим три единства во имя Отца и Сына, и Святого Духа, когда мы молимся. Что это означает? Вот вы говорили о том, что о рождении церкви. Как Троица и рождение церкви вот с этим связано? И почему вот эти три понятия, о которых мы вспоминаем именно в этот праздник – Троица? – Ну, на самом деле, икона Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, да, она очень символична, очень много в ней заложено каких-то отсылочек, даже вплоть до одежды ангелов на ней изображенных. По ним можно понять, какой из лиц Святой Троицы, какой ангел олицетворяет. Но на самом деле иконы Святой Троицы у нас не так много. Это явление, это день Пятидесятницы и день Крещения Господня, когда проявляется вся Троица, то есть отец в виде голоса проявляет свое присутствие, спаситель крестится в Иордане, Сын Божий, и Дух Святой в виде голубя снисходит. А в день рождения Святой Троицы, вернее, в день рождения Церкви, почему вспоминается именно Святая Троица? Потому что это основа нашей веры. Во что верит человек, приходя в храм? В кого он верит? В Триединого Бога, Отца и Сына и Святого Духа? В Иисуса Христа? Или он верит в Матрону, в Спиридона, в Николая Чудотворца? В кого он верит? Мало того, когда человек принимает крещение, священник поет определенные слова. «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть те, которые во Христа крестились во имя Христова, и во Христа облеклись. И Пятидесятница – это когда Господь дает ученикам сверхъестественные, особые дары. Он уже до этого наделил их возможностью исцелять, возможностью совершать некоторые чудеса молитвой. Молитвой своей, даже еще при его жизни. Он посылает их, и они, как говорит Священное Писание, помазывали маслом и исцеляли больных, изгоняли бесов. Но здесь, в Пятидесятницу, дается особый дар. Так называемый дар и говорение на иных языках. Почему? Потому что если бы апостолы сели за изучение иностранных языков, то проповедь Евангелия отложилась бы еще на несколько десятилетий. А здесь Господь дает им эту возможность. Почему? Занимайтесь тем, что важно. Все остальное я возьму на себя. Я помогу вам в тех моментах, которые для вас, возможно, самые трудные. А вот все остальное – страдания, проповедь Евангелия, ненависть других людей – это вам придется делать самим. И это не потому, что я жесток, а потому, что это путь свободной воли человека. Человек может испугаться страданий и отступить, а может найти в себе силы и двинуться дальше. Отец Амросий, ну вот на Руси во время Троицы было принято, что девушки плетут березовые венки и отправляют их по воде. Это вообще какой-то языческий момент, который к нам пришел? То есть это не имеет отношения к празднованию? Это не имеет никакого отношения к празднованию Пятидесятницы. Так называемая языческая или народная вера. Празднование Пятидесятницы не в этом. Празднование дня рождения Церкви должно совпадать с тем, что эта Церковь исповедует. Это, в первую очередь, исправление жизни человеческой, стремление попасть в струю, будем говорить, стремление исполнить заповеди евангельские и надежда на вечное бытие с Богом. Какого числа будет Троица праздноваться? В этом году, если не ошибаюсь, 16-го числа. 16-го июня? Да, по-моему, так. После Троицы какие еще будут большие праздники? Впереди у нас еще преображение, успение Божией Матери. Круг богослужебный, он из года в год повторяется, слава Богу, и мы можем вновь и вновь обновлять эту память о событиях евангельских. Очень важно, когда человек чувствует себя сопричастным, не просто на фотографиях, не просто в уме, а переживая вновь и вновь вот эти песнопения, прикасаясь, может быть, даже в живую к каким-то святыням, связанным с земной жизнью Спасителя. Человек ощущает свою причастность не только к истории, но и к вечности. Это иногда грустно, понимать, что Иерусалим стоял до меня и будет, возможно, стоять после меня. Но в данный момент я нахожусь в той возможности приобщиться, побыть в нем, подняться на ту гору, на которую восходил мой Спаситель, прийти к водам Иордана, в которых он омывался, побывать на той земле, по которой ходили его ноги. И это сопричастность человека не просто к будущим, но и к нынешним моментам жизни. Потому что жить прошлым бывает сложно, жить будущим не всегда получается. Жизнь, она здесь и сейчас, как раз между, как говорится, тот самый миг между прошлым и будущим. И именно он называется жизнь. А потом у человека есть надежда, опять же, на вечное пребывание с Богом. И это пребывание будет наполнено самым большим смыслом. Спасибо, отец Амвросий. Это была программа «Православный взгляд» на телеканале ТУВА-24, которая выходит каждую субботу по утрам. В студии сегодня был отец Амвросий, ключарь Воскресенского кафедрального собора, мой постоянный гость. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»